БИСМИЛЛАХИ РРУХМАНИ РРУХИМ АЛЬХАМДУЛИЛЛЛАХ ВАССАЛАТУ ВАССАЛАМА АЛЯ РАСУЛИЛЛАХ ВААЛЯ АЛИХИ ВАСХАБИХ АЧМАИН АММА БААД Продолжим синтаксический разбор Игра в суры Аззалзала Землетрясение с отрясением Мы остановились на эти ФУМАЙЯМАЛМИСКАЛА ЗАРРАТИН ХОЙРАЙЯРА Тот, кто сделает добро весом в полинку, увидит его ФАМАНА АЛЬФА ВИСТИ ИНАФИТАН То есть ФА здесь обозначает возобновление речи, указывает на новое предложение Хотя оно здесь и связано по смыслу с предыдущим предложением Поэтому некоторые сказали, что АЛЬФА здесь АТФАТУН ТАФРИАЙЯТАН То есть СОЮЗ обозначает разветвление или ответвление Указывает на то, что упоминаемое после этого ФА является ТАФСИЛМ То есть разъяснением, подробным изложением предыдущих слов ЛИЮРОВ ААМАЛУХМ То есть им покажут их деяние И это будет выглядеть так Что тот, кто совершил добро на весом в полинке и так далее И тот, кто совершил зло на весом в полинке и так далее В обоих вариантах АЛЬФА это у нас ХАРФУН МАБНЮ АЛЬФАТАС Неизменяемым окончанием с ФАТХА НА КОНЦЕ МАНИ это ИСМУ ШАРТИН ДжАЗИМУН Условное имя Имя, обозначающее условие Ставящее два глагола в состояние Джазим В усеченное состояние ЕЧЗИМУ ФИАЛЕЙН Ставят в состояние Джазим два глагола АЛЬАУЛА это у нас ФАЛЬШЕРТ Первый это у нас глагол условие Глагол, обозначающий условие Условный глагол ВАТХАНИ ДжАВАБУ ХУ ВАДЖАЗАХУ Ответ или ответное действие Итак, МАНИ это у нас МОПТАДАН Подлежащее именного предложения МАБНЮ АЛЯС СУКУНИ С неизменяемым окончанием СУКУНОМ на конце ФИМАХАЛЛИ АРАФАН НА МЕСЕ ПАДЖА АРАФА ИМЕНИТТЕЛЬНУ ПАДЖА ГЛАГОЛ НАСТОЯЩЕ БУДУЩЕГО ВРЕМЕНИ ГЛАГОЛ УСЛОВИЯ Обозначающий условие То есть действие, являющееся условием для ответного действия ГЛАГОЛ НАСТОЯЩЕ БУДУЩЕГО ВРЕМЕНИ ПОСТАВЛЕН СЛОВАМ МАН в состояние Джазим В осеченное состояние ГЛАГОЛ, являющийся условием Обозначающий условие Признак Джазима в этом глаголе СУКУН НА АХИРИХИ СУКУН НА ИГО КОНЦЕ То есть УДАЛЯНИЕ ОГЛАСОВКИ НА КОНЦЕ ДЕЙСТВУЮЩЕ ЛИЦО Скрытое в нем в допустимой форме местоимение ТАКДИРУ ХУА КОТОРАЕ ВЫРЖЕН МЕСТОМЕНИЕМ ХУА ГЛАГОЛ ЯМАЛ СО СУМ ФААЛЕМ ДЕЙСТВУЮЩЕМ ЛИЦОМ СЮТА ЖУМЛЯТУН ФААЛЕТУМ ГЛАГОЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЖУМЛЯТУ СЩЕРТУМ Предложение, обозначающее условие Указывающее на условие УСЛОВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЛАМХАЛЛА ГАМИНАЛ ИАРАБИ НЕ ИМЕЕТ МЕСТО В ПАДИЖЕ ЛИАН НА СМОЩЕРТИ КАД АМИЛЯЛ ДжАЗМА ФИЛ ФИАЛИ ТАК КАК УСЛОВНЫЕ ИМИ МАН ОКАЗАЛА СВОЕ ВОЗДЕЙСТВУЮ СВОЕ ВЛИЯНИЕ КАК ФАКТОР НА ГЛАГОЛ ЯМЛ Поставив его в состояние джазм А значит, его воздействие Влияние на первую часть Уже израсходовано Закончилось Поэтому у него уже не остается Воздействие или влияние На глагольные предложения Состоящие из глагола ЯМЛ И его фаэля ХУА Другие же считают, что это глагольное предложение ЯМЛУ и ХУА Является ХАБРАМ Сказуемым подлежащего МАН Согласно этому мнению Это предложение будет на месте Паджа Раф Как и подобает предложению Являющемуся сказуемым Подлежащим именам предложения Но мы будем придерживаться мнения Которые считают, что ЛА МАХАЛЛИ ЖУМЛАТИ ШАРТИ Дальше МИЦКАЛА это МАФУЛЬБИГИ Прямое дополнение Глаголу ЯМЛУ Он СУБАЛЬБИЛФАЛИ Поставлено глаголом Состоянность ввинительной поддержке У АЛАМАТИ НАСБИГИ Признак Наспа в этом имени АЛФАТХАТУ ЗАХРАТУ АЛА АХРИХИ Явное ФАТХА на его конце На его окончании У МИЦКАЛА это МУДАФ Слово МИЦКАЛА является МУДАФУМ Первым членом из-зафетной связки Первой частью из-зафетного сочетания ВАРАТИ это МАФУЛЬБИГИ Второй член из-зафетной связки МАДЖРУРМ БИЛМУДАФИ Поставлено в состояние У РОДИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖИ МУДАФАМ Слово МИЦКАЛЬ У АЛАМАТУ ЖАРИ Признак падежа жар в этом имени АЛЬ КАСРАТУ ЗАХРАТУ АЛА АХРИХИ Явное КАСРА на его конце ХАЙРАН это у нас ТАМИЗ Конкретизирующее имя То есть на вес пылинки чего? На вес пылинки добра, блага Или же это БАДАЛЬ АУ БАДАЛЬ Или это замена Заменительное предложение Слово МИЦКАЛЬ ВАЛА КИЛЯТ ТАКДИРАЙН В обоих случаях Мы скажем, что это имя МАНСУБАН Поставлено в состояние Наспределенной падежи У АЛАМАТУ Наспределенный признак ПАДЕЖАЯ НАС в этом имени АЛЬ ФАТХА ТАЗЗАХИРАТУ АЛЯ АХРИХ ЯВНЕЙ ФАТХА На его конце УЛЛАХУ АЛАМ Продолжим, иншаллах, на следующем уроке